Дмитрий Кряжев показывает бумаги, которые пришли ему от имени управляющей компании. Это образец протокола общего собрания жильцов, в который внесли несколько вопросов. Среди них и о переходе платежей за тепло и воду из ведения управляющей компании напрямую поставщикам ресурсов. Дмитрий уже несколько лет руководит советом дома, знает много юридических тонкостей. Он считает, что на данный момент в этом вопросе остается еще слишком много нюансов. Поднимая вопрос о том, чтобы принять решение вносить плату за коммунальные услуги, эти усложения, управляющая компания тем самым может получить двоякое толкование. То есть, с одной стороны, она вроде как не обязана теперь заниматься посреднической деятельностью между теплотранспортными компаниями и ТГК-13 в частности. То есть, жители должны платить напрямую. Но в то же время, из договора управления по формулировке этого вопроса, обязанность собственников не снимается оплачивать за тепловую энергию, и оплачивать за горячее водоснабжение непосредственно в управляющую компанию. То есть, перед тем, как перейти на раздельные платежи, нужно исключить этот пункт из договора с управляющей компанией. Собственники должны большинством голосов принять это решение. Потом каждый из них самостоятельно заключает договор с поставщиками ресурсов. И только после этого теплоснабжающие организации будут получать от них деньги без посредников. К квитанциям за капремонт, свет и от управляющей компании прибавятся еще две платежки. За канализацию и холодную воду, а также за горячую воду и теплоснабжение. Но и это не самая большая проблема в этом вопросе. Было бы куда платить. Сибирская генерирующая компания, она отапливает всего 70% города. Оставшиеся 30% отапливаются другими ресурсоснабжающими организациями. И готовы ли эти ресурсоснабжающие организации заключить агентские договоры с платежными какими-то компаниями? Если нет, то всем придется ездить в одно какое-то место. Потому как в прошлом году, когда люди к компании Краском обращались с предложением перейти на прямые платежи, а компания Краском просто отказалась заключать договоры с платежными агентами, предложила весь взаиморасчет вести через офис самой компании на Парижской коммуне 41. Каким образом весь город будет ездить на Парижской коммуне 41, честно говоря, непонятно. Есть и еще одна проблема. Красноярский энергосбыт отказывает управляющим компаниям в заключении прямых договоров с жителями. Объясняют это так. Есть перечень документов, необходимых для заключения этого договора. Когда он предоставлен, договор заключается максимум за неделю. Весь вопрос в технической документации, которую необходимо получить в сетевой организации. Она должна их выдать в течение семи рабочих дней. К сожалению, она в эти сроки, эти документы не выдает. А мы без этих документов договор заключить не имеем права. И вынуждены отказывать управляющим компаниям. А теоретически вам это тоже было бы... Нам это очень выгодно, конечно, заключить договор, иметь потребителя, который у нас на расчетах, это нам выгодно. Некоторые управляющие компании выказали готовность собирать деньги собственников и направлять их напрямую поставщикам тепла и воды. Ресурсоснабжающие организации будут платить коммунальщикам 1% от сборов за предоставление сведений о жителях и будут знать неплательщиков, как говорится, в лицо. В городской администрации, в свою очередь, заверяют, жителям переход на прямые платежи будет выгоден. Гражданам в данном случае не все равно, когда возникает гражданско-правовой спор двух хозяйствующих субъектов, когда предъявляются исполнительные листы на очень-на очень большие суммы и возникает ситуация некой угрозы. В данном случае граждане наши беспокоены. Все это делается для того, чтобы ни у поставщиков, ни у потребителей не возникало сомнений в том, что их деньги идут именно на оплату полученных воды и тепла. Они задерживаются на счетах управляющих компаний. Мы-то практически с этих денег ничего не имеем. Мы только идем как сборщики этих денег. Мы затраты у нас и все прочее. Мы же не можем наценить или что-то сделать. Мы просто сборщики денег. И потом на нас же подают в суд, что мы не плательщики. И чтобы уйти от этого, пусть будут прямые платежи. И это будет выгодно для всех и для ресурсников, и для нас. Я считаю, что для нашей компании это очень хорошо и удобно. Делить или не делить коммунальные платежи на части решать только собственникам жилья. А перед этим нужно вдумчиво взвесить все за и против. Алина Штоколова, Анна Московских, Алексей Овсянников и Алексей Гусев. Новости.